Что Христос пришел и умер за нас, значит, мы верим в то, что и суд Божий будет, и мы отвечать за все будем. Таким было, да-да-да. И вот поэтому надо знать, что ни один человек не спасется без Христа. Он умер за наши грехи. Вот тут все время спрашивают, как ваши дела? Я говорю, кто живет по Святой Библии, дела идут вверх. Кто по-другому вниз? А Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И для этого Бог дал православную церковь. Идите в храм, исповедуйтесь, живите по Слову Божию. Я, кстати, многое знаю о религиях, я много общался с людьми, многое изучал. Я с вами полностью согласен. Понимаете, вот мы слышим, вот я просто не знаю вас, меня звать Игнатий Лапкин. Вас как звать? Очень приятно, Максим. Максим, Натан, вы все должны делать по высшей шкале, по максимуму. Перевод имени вашего. Да, имя такое. Да, то есть добро. Играешь на гитаре, играй так, чтобы заслушались все. И вот какое дело. Смотрите, я исцеребил из своей речи слово «проблема». А как так? Очень просто. Американизмы разные, они ничего не выражают. Нерешенный вопрос. Вот у нас в стране, в Российской Федерации полностью исчезли 31 тысяча сел. Сел. Это то, что государство образующее, кормило землю. И говорят, проблема. А что сделал? Ничего. Мы получили статус. Бывшая наша деревня, 20 лет ее не было. Теперь строим храм. Каждый себе дом строит. Построили государственную школу, где учатся дети, учителя. Там интернет, теперь все есть. Восстановили шесть прудов, дороги строим. За свой счет. Потому что государство гонит деньги не сюда, не на своих. Разворовали государство. И что, проблема? Начинаем работать. Россия с нуля начиналась. Хабаров шел, когда Ермак, Дежнев. Что? Кто им строил? Сами все делали. Дальше. Вот знаете, министр внутренних дел Нургалиев говорил в стране 3 миллиона беспризорников. Вот проблема. А в чем проблема? Фу, окаянное слово, я говорю. Нерешенный вопрос. Мне Бог, я молюсь, а мы молимся семикратно в день, по слову Божию, позволил организовать детский лагерь. Православный. Я 48 лет его веду. Тысячи людей, детей подняли без помощи государства. Решается вопрос? Дальше. Решается. А вы знаете, в стране неграмотность. Люди знают только блудить, да пить, да... Сознависим. Вот проблема. Народ-то развращается. Я говорю, а что ты сделал конкретно? Ты, Бог себя спросит на суде Божьем. А что я сделаю? Я пошел и одновременно веду занятия, вел занятия в пяти университетах, 13 школ, 7 отделов милиции, все воинские части, заводы и паблики Алтайского края. И три радиопрограммы, одна онлайн, часовая, в неделю, радио, телевидение. И температура изменяется? Ну давайте все делать что-то. А вот знаете, столько преступников. Вот проблема. Выйти на улицу нельзя. Сейчас я отвечу, а еще на один вопрос. Я говорю, а что ты сделал, чтобы преступности не было? А что сделаешь? Вот проблема. Я, за слово Божие, у меня вышло 38 томов книг. Я их провез, даря в библиотеке мира, с Барнаула до Владимира. Есть честь с вами сейчас общаться. Так, 38 томов в бумажном варианте и 7 томов еще у меня в интернетной. Последние 4 тома по 800 страниц. Это мои стихи только одни. И там из них 85 положено на музыку. Вы там у меня найдете сокровища. Такую музыку будете делать сами. Я вам разрешаю это. И вот Господь позволил мне, позволил Господь это сделать. И я не стал... Игнатий как? Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Если вы зайдете по скайпу, запомните, вы на меня сразу выйдете. Я один с этой фамилией. А, я наш... Да, 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 да. Проповедь Игнатия Лапкина на Берсиневке 1 06. Это Берсиневка в Москве. В Москве я проповедовал. И вот смотрите, Максим. Мне Господь положил на сердце это. Мы купили машину, газель, и с ней дальше отправляем контейнером книги туда дальше. И даже дошли до Владивостока. Потом вернулись, границы бросили 5 тонн книг, прошли до Лиссабона, Атлантический океан, Прибалтика, Скандинавия, Север, Турция. 650 городов и сел. И подарили подарок на 35 миллионов. А у нас нет ничего, Бог дает. Вот и проблемы все. А так как меня среди книг, которые я насчитал, 50 книг насчитал на сайте, и архипелаг ГУЛАК я первой в стране опубликовал, убрал интерьер репрессированных, меня отправили. Я в 5 тюрем прошел лагерь. Я знаю ту жизнь всю. И поэтому пошел здесь, бесплатно, повторяю, я нигде не получаю ни рубля. Пошел в тюрьму, а ты 1700 приступил. А за что вы живете тогда? Пенсия у меня минимальная. До последнего времени было 8 141 рубль 33 копейки. Мало очень. И мы не проклинаем ни Путина, никого. Мы молимся за них. Надо жить в бедности красиво, интересно. Нет, хорошо. Вот вы как православный, правильный человек. Вот как вы относитесь к патриарху Кириллу? Вот он сейчас... Знаете, я понял вопрос. Коротко задавайте. Потому что мы сейчас в храм идем. Я не успею ответить. Мы относимся так. Повеление одно. Мы должны молиться. Написано молиться за царей, за начальствующих. То есть, они за меня отвечают, а не я за них. Мне дано только молиться. Только молиться. У него свой пентхаус, у него там целый кортеж. Не надо смотреть на это. На суде Божьем ничего этого не будет. Максим, на суде Божьем мы встанем после воскреснем из мертвых. Голые будем. А дела наши засияют. У патриарха такая машина, яхта. У меня ржавый велосипед. Я 40 лет пищником работал, ездил по стране по всей. Я прораб. Мне не давали работать. Ну и что? Я, наоборот, ближе к народу стал. А как, получается, ты священник, настоятель храма или кто? Я никто. Стец. Сторож. Мне нигде не давали работы. Только во внедомственной охране района милиции. Района, в котором я живу, уже дороже города Барнаула. Так. Не опусти руки, начинай работать сегодня. И Бог даст тебе такое, что ты даже не узнаешь, чтобы тебе такой талант был. В прошлое время... Вот смотрите, комната у меня какая-то. Комната. В прошлое время, в 80-х годах. Тогда не было интернета. Печатать никак. И мне Бог положил на сердце заработать деньги, купить самые современные магнитофоны. Тогда были бобины. И я насчитал 50 книг аудио. Они в интернете стоят. И среди них я в первой стране распространил архипелаг ГУЛАГ. Но у меня опыт пришел. Я не умер там. Я горнулся. Теперь реабилитированный, как жертва политической репрессии. Вот это интересно. Вот вы зайдите сейчас. У меня здесь есть видеоканал. Сейчас набирай сразу. Во свете Библии. Во сейчас. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Да, да, да. Это самый большой. Слушай, Максим. Я на него подпишусь. Самый большой канал. У меня 20 800 роликов. Вообрази. Подписчиков много. 43. А полный просмотр 46 миллионов. Вот это да. Последние видео 8 часов назад у вас добавлено. Вот так добавлено. У меня сразу 14 помощников появилось. Мои вопросы, которые я студентам отвечал. Это 4 124 вопроса. И каждого... Помощники, которые видео добавляют, ведут канал, да? Да, добавляют. Это мои вопросы. Теперь их по отдельным, так сказать, файлами ставят. А их надо насчитать. Они эти вопросы, которые я отвечал студентам. Они теперь выставляют, помогают. И вы больше в интернете такого богатства нет. Вот если вы зарядите сайт. Не YouTube канал, а сайт. Игнатий Лапкин во свете Библии. Сайт. Там все. И о нас фильмы снятые. И все мои книги там. Вот он и сайт. Нашел сайт. Сайт. И не пожалеешь за сегодняшний день. Скажешь, 2 января. У нас состоялась встреча. Я вас жду в скайпе. Скайп. В скайпе Игнатий Лапкин. Два слова. И мы с вами там будем беседовать. Я все ресурсы вам скину. Хорошо. Хорошо. Так, давай в горячах пока что. Какие вопросы есть? Пока никаких. Я, в принципе, все. Сайт нашел. Канал нашел. Смогу с вами. Вы не забывайте, что вы найдете тут много. Против меня тысячи воюют. Мне пришлось заблокировать за последние 3 года 15 тысяч человек. Я даже в поисковик вбивал, и там написано, что уже свидетель, уже пророк. Да, 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 да. То есть 250 роликов только составили. Ну и что? Господь говорит, меня гнали, будут гнать и вас. Это означает, что-то я значу, если такие силы на меня дьявол тратит. А вы еще знаете, есть такой один ролик, не мой, он называется «Интервью с дьяволом в лесу». Вот запишите 12 минут, и вы увидите, кто против нас своей дьявол. Прямо у него берут интервью у дьявола. Мы можем думать, что артист играет, а на самом деле дьявол. И как он на все вопросы отвечает, что он не любит, кто его враг. Столько сил, столько сил остается, чтобы еще и в чат-рулетке проповедовать. Да, мне 81-й год. Вот это да, просто вы большой молодец. Да не в молодости дело, а то, что Бог делает так. Он перерывает из сосуда в сосуд. Он говорит, я готовлю вас как вино крепкое, из сосуда в сосуд. То есть меня то на север бросили, то в тюрьму, то в морозилке меня держат, то меня выкручивают, допрашивают. А мне это опыт жизни. Да. Ладно, вы, наверное, пойдете другим людям проповедовать. Нет, я сейчас уйду другим, но мы сейчас в храм идем сегодня. Сегодня воскресенье у нас. Так а сколько? Только три часа. Без сколько у вас? У нас сейчас ровно семь часов утра. Семь утра? Да. О, так вы во сколько? В шесть утра встаете? Мы встаем всегда одинаково. В 4.40. А почему именно так? Ну, такой порядок у нас. Мы должны утром встать до работы, помолиться, посчитать слово Божие. Потому что у нас вот эта книга настольная, вот в этом сейчас рулетке, тут много мусульман. А я мусульманин. Я говорю, значит, для тебя другая книга, авторитет. А у меня целый том написанный про эту книгу. Я сравниваю все суры аяты с Библией. Вот студент задает вопрос какой-то. Я отвечаю, что об этом говорит Библия, то есть я ее на память цитирую. Глава стих книга. Что говорят святые отцы? Это 300 томов палеантов. Вы Библию на память знаете? Да не на память, но я знаю, что написано. И на горную пробу ведь Христа. Конечно, конечно. Вот вы это все найдете у нас на сайте, на YouTube-канале. Повторяю, равных по количеству, по силе, по духовному нету. У нас сколько людей обращаются, сектанты, еретики, делаются православными. Свидетели Иеговы обращаются к вам. Вот, свидетели Иеговы. Их несправедливо наказали. Я на днях написал 4 письма президенту Путину, Государственную Думу, дальше Министерству юстиции и Генеральному прокурору. Если вы за них взялись, вы доберетесь и до нас. Вы не имеете права их трогать. У них отняли 470, кажется, залов, которые были. А они экстремисты. В чем? Доказательств ни одного нету. Раньше был враг народа, его все расстреляли с семьей. Почему? А я говорю, знаете, был такой пастор в Литеранской войну, не Мюллер. Он говорит так. Когда началась вот эта Гитлеровая эпоха, стали арестовать коммунистов. Я промолчал, я не коммунист. Стали забирать евреев, я снова промолчал, я не еврей. Стали арестовать активистов, руководителей профсоюзов, я снова промолчал, я не профсоюзный. Но когда пришли меня арестовать, уже никого не было, чтобы заступился. Вывод делай. Я говорю, я православный, для нас эти как еретики, но несправедливо поступили. Мне сейчас ответы оттуда идут. Три ответа уже пришло. Отдали выше, кто разбирается. Нельзя делать так. Государство не теократическое. Поэтому я с ними сидел вместе в лагере. Это хорошие ребята, работяги. Да, они кровь не переливают себе. Ну и что? Это его выбор. Да вот умерло людей, врете. Ни один не умер еще. А у нас от того, что приливает кровь в елести, в Калмыкии, 470 детей с ПИДом заразили. Вы что молчите-то? Вы не обманывайте людей. И понимаете, они мне как бы враги по вере, но я по совести должен заступиться, чтобы потом не говорили. Меня еще не трогают. Мне двери открыты везде. Я три радиопрограммы регулярно вел каждую неделю, одна онлайн-часовая. Надо жить интересно, красиво. Вы стихи любите? Ну, больше да. А вот вы если зайдете, запишите, как мои стихи исполняют. Записывай быстро. Так, давайте. День Победы. Лапкин, День Победы. Лапкин, День Победы. В Ютубе. Так. Ну-ка, включи. Так, День Победы сейчас. Ты не потеряй канал только наш. Да? Да? В душе напивается. О! Все. Это она и есть. Ага, дальше будет петь. Ну, продерни маленько дальше. Оно, да? Оно, да? И дело, чтоб возрос. Христос заслез. Христос заслез. Христос стоит. Класс, класс. А у вас лагерь сейчас сохранился детский? Мы в деревню сейчас перешли. Роспотребнадзор все разрушает. И поэтому мы в этот же день, я как начальник, расформировал его, перешли в иной формат. Купили несколько домов. И теперь туда приезжают люди, куда они уже не могут нос совать. А лагерь превратили в музей. В музей. Комплекс для бедных лагерей, чтобы учились без помощи государства поднимать детей. А у вас жена, дети, внуки есть? А? Жена, дети, внуки есть? Да это не касается. Вы увидите, там и жена сидит рядом, и всего хватает. Мы должны для Бога жить. Не 5% подать, а в 100%. Бог говорит, возлюбите Бога. Господа Бога твоего всем умом, всей крепостью, всей душою. И тогда у тебя будет и помощники, и все. Да, у меня тысячи врагов. Но у меня миллионы друзей. Это хорошо. И в вашем лице, я надеюсь, не врага приобрести, а хорошего друга. Ну, конечно. Потому что в щадрулетки тут половина голая, и процентов 90 мусульмане. Я говорю, самое лживое, блудливое, все сюда собралось. Да, да, поэтому вы тут проповедуете. Нет, я так, просто ради интереса сюда зашел, не более. Так, договорились. Собирали. По скайпу, знаете, скайп, по нему разговаривать можно. Да, да, да. По скайпу на меня найдете. Сегодня вы можете, ну, посмотреть, с четырех Москвы до четырех. С четырех до четырех. Я свободен. Не свободен, но можно достучаться. А дальше скажу, какие часы. У нас три раза в неделю идут занятия по скайпу. Занятия. Утренние молитвы. Ну, и дальше вы зайдете. Возборозит 20 800 роликов. Это что? Это много. Это даже половина этого нигде нету. Больше двух тысяч ни у кого нету. Это означает с день и ночь. Вот мне, когда книги писал 9 лет, я только за 9 лет за компьютером провел больше 30 тысяч часов. А вы в каком университете отвечали на вопросы? Алтайский государственный технический университет. 21 тысяча студентов. 18 стран посылают сюда студентов. И в Алтайском государственном университете. А? В каком городе? Город Барнаул, Алтайский край. А, Барнаул слышал. Барнаул, житель со Сибири. Холодно там у вас сейчас, наверное. Да, холодно. Но сегодня не холодно. 24 градуса только мороза. У нас плюс один. У нас 24. Так у нас там еще снега выпало. Наверное, за 100 лет не выпадало сколько. С крыши кататься можно. А у нас нету. Видимо, весь снег у вас там ушел. А у нас сейчас тут нету снега. Видите, у нас близкие отношения, вот у меня с мусульманами. Мы в нашей поездке, мы прошли 120 тысяч километров. И в Баку ночевали в доме мулы. Ходили в мещеть молиться. Среди мусульман, среди всех народов должны проповедовать. Скажите, пожалуйста, вы, я так понимаю, мясо не ешьте, да? В рот не берем. Это не я. Я, я. А другие там кто-то там в общине есть. Наша община. Это две общины у нас сохранилось такие. Мы сами образовали. Брат у меня священник. Где? В деревне поселиться может, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор ведем. Дело в том, что я сам там мясо, рыбу не ем, молоко не пью. Ну, рыба у нас на столе есть. Это не запрещено есть. И мясо не запрещено. Мы просто воздерживаемся. У нас... Я вот вообще не... Алкоголь, алкоголь у нас никогда, ни грамма, никакой. Ни пива, ничего нет. Ни пива, ни кулю, ни это. Вот вы когда зайдете дальше, там увидите диете. Сегодня я снимать буду. Одна передача онлайн у нас будет идти еще даже, занятия. Потом... В ютубе? В ютубе, в ютубе. Вы в ютубе зарядите, вы все это увидите. Как у нас... Как женщина одевается два платка. Нас мусульмане за своих признают. Это русская форма одежды. Какие красавицы стоят. Парни какие. С бородами. У нас даже в армии когда идут, а у нас служат только на альтернативной основе. Оружие в руки не берут. И у нас погибшего ни одного нет. Ни одного аборта, ни одного развода. Ну, Максим, всего хорошего. Ладно, все, спасибо, спасибо. Я подписался на канал. Вы обязательно заходите, и пройдет сколько я... Я сейчас не могу сказать. Вы можете себя увидеть у нас в интернете. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok.